Добро пожаловать на передачу Follow the Reader. Мы очень рады, что вы присоединились ко мне сегодня. Я надеюсь, что у вас была прекрасная неделя. Сегодняшний наш гость это тот, кто известен на весь мир как духовный лидер, в частности, благодаря своим двум книгам, автором которых он является. Мы будем говорить сегодня об этих двух книгах. Вы сможете скачать эту книгу и купить эту книгу, если вы пойдете по ссылке на Амазоне. Вы можете посмотреть в комментариях эту ссылку. И сегодня вы сможете в онлайне задать вопросы на телепередаче. Мне очень радостно, что с нами сегодня монах, который уже 40 лет практикует. Он основатель общины и автор бестселлера. И сегодня с нами на этой беседе Радонат, с вами. Добро пожаловать. Спасибо, что вы здесь. Для меня большая честь. И я очень благодарен быть сегодня здесь. Мы очень благодарны, что вы здесь. И я знаю, что у вас очень много интересных тем. Некоторые люди говорили, что они уже прочли ваши книги. У многих много вопросов. И один из первых вопросов, с которого я хочу начать. Вот ваша последняя книга «Путешествия внутрь себя». Мы будем говорить о ней сегодня. Это, согласно New York Times, бестселлер. И это, конечно, заголовок «Путешествия внутрь себя». Я хотел бы спросить вас, как кто-то вообще может прийти к этому путешествию внутрь… Знаете, многие говорят о путешествиях. Люди с удовольствием ездят по разным странам, путешествуют по всему миру. Здесь вы говорите о путешествии внутрь себя. Как это путешествие началось для вас? Нам всем присуще одно качество – это поиск счастья. В Ведах есть прекрасный стих «Ананда Майо Бьясад». Это универсальный принцип, являемся ли мы муравьями или тараканами или животными, или каким-либо человеком. Все ищут наслаждения. В Гималаях давным-давно я научился одной аналогии о олене, у которого есть определенная железа, которая выделяет определенный аромат мускуса. Этот олень, он настолько привлекается этим ароматом, он хочет найти его. И он тратит всю свою жизнь, пересекая реки, пересекая горы, проходя через колючие кустарники, он пытается найти этот аромат, не зная, что на самом деле этот аромат в нем самом. Точно так же мы все ищем счастье. Мы пытаемся найти его через богатство, через власть, через сексуальное удовольствие, через обретение собственности, денег, через развлечения. Но так или иначе, это счастье. У него есть начало, у него есть конец, и у него есть множество ограничений и препятствий. Истинное счастье. Все великие мудрецы и риши из всех духовных традиций по всему миру учили нас, что счастье внутри нас, где находится истинная атма или живая сила. И вещи могут какое-то наслаждение давать какое-то время уму и чувствам. Но вещи не могут принести удовлетворение сердцу. Только если мы любим, и если нас любят, только тогда мы можем действительно испытать наслаждение внутри себя. И источником этой любви с духовной точки зрения является вот это истинное путешествие внутри. Прекрасное объяснение. Я также читаю вашу предыдущую книгу «Путешествие домой». Это путешествие. Вы начали это путешествие. Вы говорили только что о Гималайахе. Но ваше путешествие началось с окрестностей Чикаго, и вы автостопом отправились в этом направлении в Индию. То есть ваше путешествие внутрь началось с физического путешествия. Не могли бы рассказать о вашем путешествии, когда вы начали это. Я был подростком в шестидесятые годы, и я видел много ситуаций в обществе вокруг меня, которые привели к горю, к разочарованию, к смятению. Потому что я действительно верил, что это концепция Америки как земли свободы для всех, для каждого. Но я видел, я видел, что люди другого цвета кожи, особенно афроамериканцы. Я работал с ними, потому что я устроился на работу еще подростком. Они практически были заключенными в гетто. У них не было равных прав, по сути. Во многих местах у них не было прав голосовать. У них не было тех же возможностей для образования. И у меня это вызывало беспокойство. И я начал участвовать в движении за гражданские права доктора Мартина Лютера Кинга. И тогда началась война во Вьетнаме. И меня хотели призвать на войну. Вскоре уже это должно было произойти. И я спросил, зачем это все. И я пережил множество разных ситуаций, которые вызывали множество вопросов о жизни. И затем один из моих лучших друзей поскользнулся на машине и свалился в озеро Мичиган. И он погиб. Я думал, мне кажется, что весь мир скользит на этом льду. Я был социальным активистом. Но я пришел к выводу, что истинное решение мы должны найти внутри себя. Я слышал слова Ганди. Мы должны быть тем изменением, которое мы хотим видеть в мире. И я верил, что это изменение — это нечто духовное. Я начал изучать различные духовные пути. И я опять же был сбит с толку, потому что я видел, что под именем религии столько ненависти, под предлогом любви к Богу, столько предрассудков и разделений. И я был на перепутье. Либо я должен отвергнуть концепцию религии, либо должно быть что-то в самой сути всего этого, что действительно приводит к истинной трансформации от гордыни к смирению, от жадности к щедрости, от ненависти к любви. И я искал этой сути. Я пишу в своей книге «Путешествие домой», как один из моих дорогих друзей отправлялся в путешествие по Европе, и он пригласил меня, и он готов был заплатить за все. И я отправился в Европу, когда мне было 19 лет. И в первый день моего друга ограбили, у него ничего не осталось. И я оказался один, путешествуя автостопом по Европе. Это было в 70-м году. И в конце концов, я начал, мне начало тяготить к духовности. Я ходил в синагоги, в соборы, в монастыри. Я посещал церкви, музеи, пытаясь найти какое-то духовное послание в искусстве. И я, в конце концов, начал жить в пещере, в лесу, на острове Греции. Я хотел, чтобы мне было показано направление, и там мне пришло откровение отправляться в Индию. Я путешествовал пешком через Афганистан, через Иран. Я изучал там ислам под руководством удивительных исламских ученых. И в конце концов, я пришел в Индию, в Гималайи. Я изучал разные формы йоги, индуизма, буддизма. И в конце концов, я пришел в место под названием Вриндаван. Это как место паломничества для тех, кто идет путем Бхакти. Бхакти значит любовь к Богу и сострадание ко всем живым существам. И Бхакти-йога — это путь, который предназначен для того, чтобы пробудить эту дремлющую любовь в нас. Потрясающе, вы говорите нам о 60-х, 70-х годах. И многие из этих проблем очевидны и сегодня. Я думаю, что люди, которые слушают вас сегодня, они зададут те же вопросы. Когда я смотрю новости, я знаю, многие из вас в аудитории, когда вы... То есть вы смотрите новости, и вы сбиты с толку тем, что происходит. Вот вопрос. Могу ли я своими маленькими усилиями изменить мир? Вопрос для вас. Истинное изменение в мире основано на качестве, не обязательно на количестве. В Рамайане есть прекрасная история о Ханумане, который был очень могущественным существом. Он строил мост через океан ради божественной цели. И он носил огромные валуны. И когда он это делал, он увидел маленького паучка, который своими маленькими ножками перекатывал песчинку. И Хануман остановился, чтобы дать путь этому паучку Ирама. И его возлюбленный Господь сказал Хануману, «На самом деле этот паучок делает столько же, сколько ты. Ты делаешь то, что ты можешь, а этот паучок делает то, что он может». Так что вот это исполнение цели жизни состоит не в том, сколько мы делаем, а сколько в нашем намерении, с которым мы это делаем. И каждый из нас может направить свою жизнь так, чтобы попытаться вскрыть этот мир и любовь внутри нас. И по мере того, как мы будем приближаться к этой любви, наше удовлетворение в жизни, оно не будет основываться на том, что мы можем получить, а на том, что мы можем дать. И каждый из нас, маленький или большой, мы можем быть частью этого изменения в мире. И вот что приносит настоящее счастье в жизни. Вопрос. Как вы обретаете ясность через все то, то смятение, которое вы встречали на своем пути? Именно через смятение, через испытания, часто мы вдохновляемся к еще более глубокому поиску. Но препятствия, на самом деле, очень помогают на пути к просветлению и обретению глубокого смысла жизни. Когда мы довольны поверхностными вещами, мы не ищем, не смотрим вглубь. И поэтому разочарования и трудности, с которыми мы сталкиваемся на пути, на самом деле их можно рассматривать как благословения, потому что они помогают нам осознавать больше, что есть что-то более глубокое, что является моей целью и моим потенциалом. Я надеюсь, что вы чему-то учитесь из этой беседы. И в своей книге вы говорите о пути бхакти-йоги, йога. Это что-то очень популярное сегодня. Многие люди практикуют йогу. Сегодня вопрос от Бена. Три ваших совета для того, кто начинает исследовать бхакти-йогу. Может быть, вы можете сначала определение какое-то дать этого, а потом дать три совета. Слово бхакти на санскрите — это язык древних писаний Индии. Это значит божественная любовь. Глубочайшая дхарма, высочайшая дхарма — это пробуждение любви, которая внутри нас. Это любовь запредельна рождению и смерти, потому что это природа нашей души, начало бхакти, как есть множество путей, чтобы понять, кто я. Пока мы не понимаем, кто я, мы не сможем понять, как стать счастливым. Мы живем в этом теле, но мы не тело. Мы источник жизни, свидетели. Мы смотрим через глаза, слышим через уши, ощущаем языком вкус, думаем мозгом, кто я. Ум постоянно меняется, но я та же личность. Природа, атмы или души в том, что мы часть Бога. И любить Бога — это наша природа. Но когда мы забываем о своей природе, мы пытаемся найти удовлетворение во множестве разных временных вещей в этом мире. наше тело — это очень священное средство передвижения, при помощи которого мы можем совершать служение как средство выражения своей любви. Высочайшая цель этого тела — это выражать любовь, которая в нас, будь мы инженерами или докторами или юристами, или мы матери или отцы, или маленький свами. У нас у всех есть огромная возможность открыть эту любовь и выражать эту любовь во всем, что мы делаем. И это бхакти-йога. Бхакти — это любовь внутри нас, и йога — значит связывать, это значит снова восстановить эту связь, нашу любовь внутри себя. Потрясающе, Боже, спасибо. Еще вопрос. Вот три ваших совета для того, кто начинает этот путь. По вашим комментариям я замечаю, что у нас есть некий такой поиск своего «я», у нас есть разный досье, там на работе и так далее, и у нас есть какие-то титулы на работе, в социуме. Но мы должны понять, кто мы такие, и у нас этот поиск постоянно происходит. Мы хотим найти эту любовь внутри нас, но как это начинать? Откуда мы вообще должны начинать этот путь? Я хотел бы поделиться тремя прекрасными принципами в традиции, которые я следую. Первое — это сатсанга. Нужно быть с теми людьми, которые нас вдохновляют действительно позитивными мыслями и духовным направлением. Сатсанга — это очень важно. Это значит быть в обществе людей, которые возвышают нас, насколько это возможно. Второй принцип — это саддана, что значит уделять качественное время каждый день нашей духовной практике, идти этим путешествием, настраиваться на эту чистоту милости, любви и сострадания, которое внутри нас, настраиваться на Бога. В нашей традиции Бога называют Кришной. У Бога много имен. Кришна значит всепривлекающий, всепрекрасный, и Его высшая сила в Его сладости, и любви. И когда мы уделяем время этому, мы действительно устанавливаем некий фундамент, состоящий из наших ценностей и направлений в жизни. И затем саддачар — это третье. Когда мы живем своей жизнью, будь это ответственность в семье нашей профессиональной обязанности, обязанности в социуме, мы делаем это с достоинством в настроении служения, нежели эксплуатации. Вопрос в этой отравленной политической среде, которую мы испытываем, что помогло бы нам оставаться спокойными? Особенно это актуально на фоне тех выборов, которые сейчас происходят. Вот я повторю вопрос, что было бы лучшим способом иметь этот мир внутри себя? Токсины есть повсюду в окружающей среде, в политической атмосфере. И источником ее являются сердца людей. Пока мы не очистим экологию своего сердца и не вдохновим других, то же самое сделать. Вот это осквернение жадностью, эгоизмом, гордыней и иллюзиями будут лишь в малой или в большой степени осквернять и загрязнять нашу окружающую среду. Но если мы обретем чистоту в своих сердцах, мы можем внести вклад чистоты в мир вокруг нас. Поэтому очень важно, как бы ни была загрязнена земля, окружающее пространство. Мы должны стремиться найти это естественное, чистое состояние внутри нас и стараться делиться друг с другом этим. Я хотел бы перейти сейчас к этим книгам. Я читаю вот, что мне нравится. множество удивительных опытов, историй из реальной жизни здесь есть. Вы проходили через опыт, околосмертный опыт. Вы прошли через великие испытания. Вчера вы тоже об этом говорили. Многие люди не видят этой стороны жизни людей. Мы видим, что люди выглядят счастливыми или позитивными, но мы не замечаем, что на самом деле они проходят через серьезную борьбу. Я хотел бы выбрать некоторые истории, которые я прочел. Я хотел бы поделиться ими. Я хотел бы поговорить об аналогии дерева жизни в арабской пустыне, которую вы увидели и поделились в этой удивительной книге «Путешествие внутрь». Это мощная история, на мой взгляд. Где-то полтора года назад меня пригласили в Багрейн выступить в организации YPO. И на следующий день после моей лекции президенты этой организации муж и жена, они решили меня взять в путешествие и привезли меня к дереву жизни. Это на самом деле огромное дерево, ему более 400 лет, и оно стоит посреди пустыни, где нет на миле вокруг никаких других деревьев, просто песок. И я сделал некоторое исследование этой темы, и некоторые ученые говорят, что самый ближний источник воды — это какой-то подземный источник в двух километрах оттуда. Он каким-то образом доходит оттуда. Другие говорят, что дерево получает воду из ветров Персидского залива, которые во многих милях оттуда. Некоторые говорят, что это был сад, Эдемский сад, где Адам с Евой жили, и поскольку это святое место, так иначе эти деревья там растут. То есть это дерево там растет благодаря какому-то мистическому благословению. Но чем бы это ни было, это дерево все усеяно пышной листвой, и оно научилось выживать даже в самом тяжелом и трудном месте и для меня, когда я сидел под этим деревом и молился долгое время. Я был потрясен чувством надежды, что в каждой ситуации, даже, казалось бы, совершенно трудной и безнадежной ситуации, есть надежда. Если мы найдем прибежище, если мы сосредоточимся на этой божественности, которая внутри нас и во всем, которая запредельна шатким, неустойчивым ситуациям этого мира, и мы можем расти порой даже наилучшим образом тогда, когда встречаемся с испытаниями. Мне очень понравилась эта история, когда я читал ее. Она была очень связана со мной, потому что многие из нас спрашивают, как решать проблему с негативом вокруг нас, с разными вызовами и испытаниями. И вот здесь это дерево, от которого мы можем учиться, природы, нарушение всех законов, что, казалось бы, было невозможно. Вопрос, как найти эту чистоту в наших сердцах? Это начинается начинается с задавания этого вопроса. В Библии есть хорошие слова. Ищите и обрящите. И для каждого из нас требуется какая-то ситуация в жизни, чтобы этот серьезный поиск начался. И когда мы посвящаем себя этому поиску, и у нас искреннее сердце, тогда все начинает разворачиваться. Мы даже не могли себе представить и спланировать ничего подобного. Какие-то обстоятельства складываются, и мы встречаемся с теми людьми, которые позволяют нам двигаться вперед. Это потрясающе, потому что сейчас мы привыкли к стратегической жизни, к жизни, основанной на целях, к каким-то определенным измеримым целям. Все, кто работает, они знают, что есть определенный график, и мы работаем по нему. Но на самом деле, то, что вы говорите в путешествии внутрь, то есть вот этот путь в опрошении, он более открыт. Как вы, правильно это, или как вы, как бы вы сформулировали это? Это более глубокий опыт. И в конечном итоге мы все ищем этого глубокого опыта. Вот этот глубочайший опыт, которого мы ищем, по-настоящему, это любовь в нашем сердце. Это бесчисленные желания, неизбежные разочарования, разные устремления, разные ситуации в нашей жизни. Все это произрастает из этой любви, которая внутри нас. И это цель всех духовных путей найти, открыть эту любовь. И истинным выражением этой любви является сострадание. Есть прекрасный стих в Бхагавадгите, когда мы открываем нашу истинную природу, тогда мы понимаем истинную природу каждого, и мы видим, рассматриваем каждого равным видением, черный или белый человек, красный или желтый, из той или иной религии, из той или иной страны. Человек он, или собака, или кошка, или корова, или слон. Жизнь священна. Когда мы понимаем, кто мы, мы понимаем святость всей жизни. И тогда возникает уважение и сострадание. Величайшая радость. Это на самом деле. Радость от того, что другие возвышаются. Парадукадуки — это санскритский термин, который объясняет одно из качеств просветленного человека. Это универсальный принцип. Тот, кто рассматривает жизнь так, что чужое счастье для него является его счастьем, а горе чужого человека для него — его горе. Удивительный образ жизни. Я надеюсь, что вы понимаете то, о чем мы говорим. Мы можем начать развивать эти качества. Просто я хочу, чтобы вы представили, если весь мир, если бы все пришли к этому пониманию, что вся жизнь священна, и поэтому, неважно, какого бы мы ни мыли происхождение, религии, партии, мы сможем признать этот фактор, что это то, что нас объединяет. Это было бы здорово. Вы о многих хороших вещах говорили, о служении, о щедрости. И вы говорите об одной личности в этой книге, которая... То есть, это долгая история, но это история о Синдутае. Вы рассказываете эту историю. Я знаю, что это требует много объяснений. То есть, эта история воплощает в себе множество принципов. Хотели бы вы поделиться с аудиторией вот этим? Синдутае весьма известна в Индии. была главным выступающим пару лет назад на Международном дне женщины в Мумбаи. Ей тогда было 63 года. И она рассказала историю своей жизни. Она родилась в простой маленькой деревеньке в штате Махараштра, в Индии, там, где много бедных людей. Это долгая история, но я очень кратко ее расскажу. Ей приходилось спасти буйволов вместо того, чтобы посещать школу. Постепенно она сообразила, как отводить к пруду буйволов, а затем бежать в школу. Иногда ее били за то, что она опаздывала. Или буйволы убегали на поле, и фермеры ее тоже били. И она говорила, что это были лучшие годы ее жизни. Когда ей было где-то 10 лет, ее силы выдали замуж за 30-летнего мужчину. когда ей было 20, у нее уже было трое сыновей, и она была еще беременна. Так или иначе сложились такие социальные обстоятельства, что один человек, один мафиози настроился против нее, местной мафиози, и он сказал ее мужу, что она изменяет ему, и что ребенок в ее утробе совсем не ребенок этого мужа, а ребенок как раз этого мафиози. Если ты не накажешь свою жену, я тебе испорчу жизнь. И муж стал пинать свою жену несколько раз, чтобы убить ее, и она лежала без сознания. Он затащил ее в коровник, чтобы люди подумали, что коровы затоптали ее. и одна корова с таким состраданием к ней отнеслась, что она встала над ней и отогнала всех остальных коров в сторону, чтобы они не наступили на нее. И многие часы эта корова защищала ее. Она родила дочку под этой коровой, и ей пришлось перерезать пуповину камнем. Она обняла эту корову и заплакала, так же, как ты защитила меня, когда я была в беспомощности. Я клянусь, что я посвящу свою жизнь защите других людей. Но это была очень тяжелая ситуация. Ей некуда было идти. Она сидела под деревом днем и думала, как мне сделать что-то для кого-то, когда я в таком положении, с ней на руках был младенец. Затем она увидела, что один дровосек отрубил ветку дерева и эта ветка висела на ниточке буквально. И эта ветвь надавала кровь, тень ей с дочерью. она подумала, да, вот этот ветвь, неважно в каком состоянии я не находилась, я могу помогать другим. И она стала матерью сирот. Она находила бездомных маленьких детей всех возрастов. И это очень распространено в Индии. И она становилась их матерью и в конечном итоге у нее появилось столько детей. Люди увидели, она научилась пению, чтобы собирать пожертвования для детей и обеспечивать их. И какие-то благочестивые люди построили для нее сиротский дом. и он разрастался с годами. И у нее где-то полторы тысячи детей и внуков сейчас. И она сказала, что самое трогательное событие в ее жизни произошло, когда однажды 80-летний старик пришел к ней в детский дом. он был бездомный, больной и отчаявшийся. И он просил у нее помощи. И она узнала в нем своего бывшего мужа. И она сказала, я помогу тебе, но не как твоя жена, а как твоя мать. И она предоставила ему кров в детском доме. И она сказала своим детям, дайте ему свою любовь, потому что он нуждается в ней более чем кто-либо. И она говорила гостям, что это мой старший сын. Но иногда он озорничает. И она рассказывала всю эту историю. Она получила множество международных и национальных наград за свою работу. Я встретился с ней где-то через год после того, как я услышал эту историю. И мы сидели вместе где-то пару часов просто разговаривали. И с ней были другие люди. И когда мы должны были расстаться, она сказала мне, эта девочка рядом со мной, я где-то было около 30 лет, она улыбалась всегда. Она сказала, я хотел бы представить вам, это одна из моих дочерей. Она врач, она отвечает за один из детских домов, она как раз та, кто родилась под коровой. Она научила нас, что даже в беспомощном, безнадежном состоянии она искала надежды, и она нашла ее. Иногда страдания жизни могут сделать нас более сострадательными. И она нашла свою силу в предности Богу, которого она называет Кришной. И она делится этой любовью. У нее столько ее. И у нас у всех есть эта любовь. Когда я встретил своего возлюбленного духовного учителя Прабхупаду, я чувствовал нечто особенное, что он видел эту любовь во мне, которую я не мог даже представить, что она существует. Святые люди, они видят наш потенциал, и они дают нам веру в наш потенциал. Многих взволновал пример деревьев секвой, о которых вы говорили, и я чувствую, что аудитория как раз отнеслась бы с пониманием к этому, не хотели поделиться этой историей. Какое-то время назад мы были с другом, и мы ходили в одном лесу, деревья секвойя рядом с Сан-Франциско. На самом деле, я каждый год туда езжу с другом, и нам нравится быть наедине с этими деревьями, делиться друг с другом мыслями, и в тот конкретный год, когда мы шли по лесу, там гид, экскурсовод говорил перед группой туристов, он сказал, я хотел поделиться с вами одной тайной этих деревьев, а я с 60-х годов, и я никогда не могу избавиться от этой привычки к разным секретам, и я сказал, давай послушаем, и мы остановились, и он объяснил, что в этом лесу находятся некоторые из самых древних и самых огромных, самых больших деревьев на планете. Он сказал, что интересно, корни деревьев секвойя не растут очень глубоко, а здесь холмистая местность с слабым грунтом, и со столетия были ужасные бури, штормы, как эти деревья смогли продолжать расти, и он замолчал, чтобы все подумали, и затем он открыл как раз эту тайну, под землей корни деревьев секвойя, они идут наружу и достигают корней других деревьев, и когда эти корни встречаются, они обворачиваются друг от друга, и как бы обнимая друг друга, создают постоянную связь, и так они поддерживают друг друга. маленькие деревья секвойя, они растут рядом с корнями гигантов, и они тоже своими тоненькими корнями оборачиваются вокруг их корней, таким образом они помогают друг другу. Экскурсовод сказал, что каждое дерево во всем этом лесу прямо или косвенно поддерживает друг друга. Итак, корни наших жизней это любовь наших сердец. Когда мы действительно заботимся друг о друге и делимся тем, что у нас есть друг с другом, единство это наша сила. И эта история леса Секвое, несмотря на все штормы и вызовы в жизни, мы можем продолжать расти и расти. Нам мы нужны друг другу, чтобы это делать. Вопрос, который мы можем закончить нашу беседу, есть ли еще одно путешествие, будет ли еще одна книга, у нас есть путешествие домой и путешествие внутрь, а есть ли еще одно путешествие, которое нужно осуществить людям. В нашей традиции у нас есть медитация, на повторение имен Бога. И через сострадание и любовь, которые пробуждаются через это, мы можем простирать эти корни нашей заботы, чтобы возвышать друг друга. И это истинное путешествие. И когда мы отправляемся в это путешествие внутрь себя, тогда следующее путешествие, это как мы выражаем это через свои слова, через наши действия, нашей жизни. Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами. Такая радость, что вы сегодня присонились к нам. Есть ли какие-то последние слова, которые вы бы хотели сказать нам? я очень благодарен. Очень благодарен. И пожалуйста, цените потенциал, который у нас у всех есть, который великие мудрецы, риши, йоги, философы на протяжении истории, они напоминали нам об этом, что мы все часть Бога. И признание этого в себе и в других приводит к этому духу сэвы, служение с любовью и преданностью. Это истинный смысл и цель, которой мы можем делиться друг с другом и быть счастливыми.